Здравствуйте. Ну, в общем, мой доклад действительно относится к части интеграции между медицинскими и лабораторными информационными системами. Давайте пойдем с самого начала. То есть если мы собираемся что-то интегрировать, женить, как выразился Андрей Петрович, нам нужно понимать, какая система какие функции выполняет и, соответственно, по каким из этих функций нам необходим контакт. С точки зрения меня как инженера, как представителя конкретной организации, есть вот некоторый перечень моментов, с которыми можно в том числе формулировать функции медицинской и лабораторной информационной системы. То есть в первую очередь это, конечно, аккумуляция хранения и использования данных, то есть данных по пациентам, клиническая информация, результаты исследований и, соответственно, результаты гистологических заключений, цитологических, лабораторных исследований. Соответственно, мы работаем в потоке, то есть люди приходят к нам для того, чтобы получить заключение, чтобы получить какие-то документы. Соответственно, одна из важнейших функций любой информационной системы – это полученные, накопленные, сформированные данные, облечь в некоторую документационную форму. То есть либо это заключение, либо направление, либо это какие-то отчетности. И дальше такая вот роль, которая невозможна, это контроль работы, координация различных узлов, скажем так, критичных, координации людей между собой и решение, конечно, финансового вопроса, без него никуда. Если посмотреть вот так вот в общем, то мы можем сказать, что медицинская и лабораторная информационная системы выполняют более-менее одни и те же функции. И неизбежно встает вопрос, а надо ли нам эти функции как-то разделять, необходимо ли вводить в лабораторию свою информационную систему, чтобы дальше потом мучиться с интеграцией двух разных систем, потому что они разные, не проще ли использовать одну? Ну, поскольку доклад об личном опыте, то исходя из личного опыта, наверное, ответ все-таки нет. Нам нужно разделить эти функции. Почему? Это дает ряд преференций. Во-первых, каждое подразделение работает в рамках своей специфики, и каждая лаборатория, соответственно, выполняет свою роль в своем порядке, то есть работает в определенном режиме, выполняет свои собственные задачи. И, соответственно, разница медицинской и лабораторной информационной системы в первую очередь в масштабе задач. Соответственно, именно этот фактор очень важен при разделении функций медицинской и лабораторной информационной системы, потому что меньший масштаб задач лаборатории позволяет выиграть в детализации тех данных, которые информационная система, любая информационная система должна накапливать. То есть если мы говорим о масштабе медицинской организации, то просто на примере финансирования, лаборатории нужно знать, является ли пришедшее направление платным, то есть нужно ожидать оплаты от пациента, либо мы работаем в рамках каких-то страховых случаев, и, соответственно, просто ориентироваться, когда начинать работу, ожидать оплаты дополнительных исследований или согласовывать ее с пациентом. Это та функция финансового контроля, которой нужна лаборатория. А что нужно медицинской информационной системе? Контроль оплаты приемов. Соответственно, если это какие-то платные случаи, может быть, это какие-то страховые протоколы, может быть, это система ОМС, может, это система ВМП, соответственно, каждый случай нужно обработать по-своему, договориться с страховым компаниям, какие услуги будут оплачиваться так, какие будут оплачиваться иначе. Масштаб совершенно другой. И на самом деле все вот эти вопросы, они решаются на совершенно разном уровне масштаба. И еще один очень важный момент – это вот этот последний пункт. То есть организация в целом оперирует данными в первую очередь для того, чтобы обеспечить свою работу, свою отчетность. И, кроме того, наша организация выполняет еще и функции научно-исследовательского института. Однако на уровне медицинской информационной системы, перегруженной тем количеством данных, которые необходимы для ведения рутинной работы, использовать информационную систему учреждения в целом для аккумуляции и работы с накопленными научными данными, у нее просто не хватит ресурсов, даже если мы их будем наращивать в немеренном количестве. Соответственно, введение лабораторной информационной системы позволяет накапливать именно клинические данные, данные результатов исследований самых разнообразных на том уровне подробности детализации, на котором в дальнейшем эти данные можно было бы анализировать. И, соответственно, в идеале, конечно, анализировать их надо в том числе инструментами лабораторной информационной системы. Опять-таки, если говорить о личном опыте, то в нашей организации ряд некоторых задач так или иначе был решен. Соответственно, выполнение тех или иных функций требовало интеграции с информационной системой медицинской. И первое, на первом буквально же пункте сохранения личных данных, то есть аккумуляции по пациентам, мы столкнулись со сложностями. Основная сложность, конечно, это поиск и объединение дубликатов пациентов. Если я говорю о дубликатах пациентов, я не говорю о том, что у меня люди задваивались. Мы говорим о чем? Потому что онкологический институт как таковой подразумевает, что мы ведем прием пациентов зачастую неоднократно. То есть люди, обращаясь к какой-то онкологической проблеме, получают какое-то решение, которое не исключает рецидивов. К сожалению, они, конечно, частые довольно-таки. И до внедрения лабораторной информационной системы мы имели достаточно большой набор записей, в том числе в электронном виде, которые вела сама лаборатория. Это неизбежно. Я думаю, каждая лаборатория их ведет. В принципе, у нас была более-менее на коленке написанная база данных АКСС. Она велась где-то с 2003 года. А интеграция, соответственно, внедрение лабораторной информационной системы и последующей интеграции с медицинской случились где-то в 2016-2017 году. Это значит, что у нас были более 10-летние записи о пациентах, обращавшихся к нам в организацию. И, соответственно, с момента внедрения информационных систем и их интеграции мы начали получать полные паспортные данные, по которым мы могли четко идентифицировать любого Иванова Ивана Ивановича и соотнести информацию о его предыдущих обращениях. То есть мы могли четко понимать, что именно этот человек обращался к нам в прошлом месяце, то что делать вот с таким вот набором, десятилетним набором данных по пациентам, которые к нам обращались, данные, которые были совершенно неполные. Понятное дело, что лаборатория не фиксирует паспортные данные, она фиксирует фамилию, имя, отчество, дату рождения. И мы сталкиваемся с проблемой, что даже имея сейчас информатизацию нашей работы, имея накопление данных по пациентам, мы имеем еще, кроме того, достаточно большой багаж данных, которые необходимо состыковать с теми данными пациентам, которые мы имеем, скажем, в медицинской информационной системе. Они, безусловно, есть, поскольку она тоже существовала с некоторым временем. Соответственно, наладить, скажем так, аккумуляцию по пациентам данных мы сумели за счет интеграции, но до сих пор ведется работа, например, по поиску некоторых людей, которые к нам обращаются, то в первую очередь мы ищем, были ли предыдущие обращения, и совмещается это все вручную. Пересылка клинической информации – это один из болезненных вопросов. То есть это упирается в первую очередь в медицинскую информационную систему, в удобство заполнения клинических данных людям, которые направление формируют. Мы тоже достаточно долго пытались найти некоторый баланс. И, кроме того, помимо того, что мы должны обеспечить врачу-клиницисту, который тоже работает с пациентом в условиях ограниченного времени, мы должны ему обеспечить удобство заполнения некоторых полей и некоторой формы. Мы, к тому же, еще заинтересованы в том, чтобы уровень детализации был максимально высоким для наших задач. То есть мы увеличиваем количество полей для заполнения, количество деталей, которые мы просим указать, для того, чтобы в конечном итоге нам было удобнее искать по этой информации или формировать какие-то научные подборки. Соответственно, это некоторое равновесие, мы его, к счастью, более-менее нашли. Понятное дело, что все это не исключает наличие человеческого фактора, то есть забыл, не указал, забыл сохранить, забыл отправить. Это скорее вот, это вот, знаете, до этого Павел Кислов говорил о том, что информационные системы, они позволяют решать или избегать некоторого количества проблем или ошибок в работе лаборатории, в работе логистики. Это действительно так. На самом деле, можно смело сказать, что информатизация процессов лаборатории увеличила ее производительность процентов на 20-25 в год. И это хороший выигрыш. С одной стороны, действительно, она помогает находить некоторые случаи, которые вызывают вопросы. А с другой стороны, информатизация сама по себе, если кто-то просто промахнулся, нажал не на ту кнопку, провоцирует свои проблемы, и они никуда не денутся. То есть их тоже надо решать, об этом никто не говорит, но об этом нужно знать. Медицинская документация, понятно, ее формирование значительно упрощается с видениями информационных систем. То есть у нас есть печатные формы, которые мы с помощью связи с нашими разработчиками можем адаптировать. То есть мы можем следить за видением, в том числе, юридически утвержденных документов. С одной стороны, с другой стороны, некоторый апофеоз вот этого документа оборота, это электронный документ оборот. То есть у нас есть электронные цифровые подписи, есть инструменты, которые сейчас, ну, прямо скажем, в несколько сыром виде. Тем не менее, они тоже дают ряд преимуществ, позволяют в том числе высылать юридические законные заключения в регионы, если к нам обращались люди и не имели возможности дождаться, когда заключение будет готово. Но здесь тоже есть очень много подводных камней. Причем в данном случае, поскольку мы говорим о юридической силе документов, то есть мы говорим о валидации документов электронных, очень важно соблюдать аккуратность, потому что если любое новшество, любое нововведение неизбежно имеет некоторый промежуточный этап введения, на котором неизбежны ошибки, то в данном вопросе получение такого рода ошибок, это значит получать огромное количество юридических казусов. А в условиях того, что мы имеем дело с живыми людьми, об этом часто забывают, наличие юридических вот таких вот ошибок, я считаю, что очень важно как можно больше, как можно тщательнее подготовить это, чтобы такое количество казусов минимизировать. Тем не менее, мы работаем в этом направлении, и уже даже есть определенные успехи. Мы смогли за счет интеграции получать информацию о оплате и способах финансирования конкретных услуг в части работы лаборатории, что тоже можно считать успехом, хотя тоже у нас оптимизируется вопрос интеграции. Поговорили об успехах, давайте поговорим о том, что нам еще требуется доработать. Первое, конечно, и самое важное, это то, что я назвала координацией работы лабораторий. Это на самом деле то, что имеющиеся на рынке, разрабатываемые активно системы Track and Scient, о которых некоторые предыдущие докладчики уже говорили. На картинке представлена некоторая схемка, которую компания 3D-Gistec производитель сканеров анонсирует, то есть у них тоже есть Track and Scient, программное обеспечение. Павел много о нем говорил, Андрей говорил о том, что да, вот эти вот функции контроля, функции введения этапов, отслеживания, они более или менее в каком-то виде интегрированы в нашу, даже не интегрированы, они являются частью нашей лабораторной информационной системы. на мой взгляд, этот момент требует серьезной доработки, потому что, давайте будем откровенно, допустим, если сравнить патологическую лабораторию в нашем учреждении и взять патологоанатомическую лабораторию в любом другом учреждении, с точки зрения общего устройства, мы будем решать одни и те же задачи, но с учетом того, в каких реалиях, в каком учреждении, в каком регионе, с какой статистической базой мы работаем, каждая лаборатория будет иметь свою специфику, свои отличия, даже если это гистологическая лаборатория здесь и гистологическая лаборатория там. Согласны? А если мы имеем даже на базе нашего учреждения, возьмем гистологическую лабораторию и цитологическую лабораторию, то есть, с одной стороны, У нас нет такого серьезного отличия в логистике работы лаборатории, как с КДЛ. Кстати, Павел Слукавил, он информационную систему клинико-диагностической лаборатории сравнивал с трек-эн-сайент гистологии. Там совершенно другая… То есть, казалось бы, цитология и гистология – очень близкие вещи. То есть они даже работают с примерно одним набором реактивов. Но, например, у нас лабораторные информационные системы для гистологической и цитологической лаборатории отдельные. Потому что они, каждый решает свою задачу, у них своя сложность. То есть в цитологии больше ставится упор на скорость, оперативность и сопоставление с гистологическими диагнозами. Соответственно, гистология решает свои задачи, которые могут быть чуть более комплексны. И, соответственно, информационная система имеет другую структуру. Другую структуру, другую логистику. И, соответственно, координация работы лабораторий будет другая. Я все это к чему? К тому, что создание отдельных информационных модулей, назовем их так, для разных регионов, разных лабораторий. То есть разделение функций вот таким вот образом, оно имеет действительно свои недостатки с точки зрения того, что это потом придется как-то состыковывать. С другой стороны, это имеет большое преимущество в том, что вы каждый из этих модулей можете подстроить под функциональные особенности того раздела нашей с вами общей деятельности, в котором эта информационная система позволит решать задачи более эффективно. Собственно, в этом цель любой интеграции. Правильно? Соответственно, мы работаем над тем, чтобы оптимизировать эту часть нашей информационной системы под задачи нашей лаборатории. И я боюсь, что контроль расходных материалов и обработка, которую мы все равно планируем развить на базе нашей информационной системы, они неизбежно вытекают из пункта логистики. Я вот буквально в заключении хочу сказать несколько слов насчет детализации. То есть сложности налаживания взаимодействия разных информационных систем, они в первую очередь убираются в том, что разные системы работают с разным набором полей, будем говорить условно. То есть каждая система детализирует данные, то есть разносит. То есть мы можем написать заключение или, на примере того, что говорил Михаил Макар, описание, например, вырезки рака молочной железы. Мы можем уложиться в одно поле, просто некоторый текст написать, а можем разбить это на некоторые категории, каждую из которых мы будем фиксировать. И детализация этих данных, она позволяет нам в дальнейшем более удобно работать с этими данными, использовать их для научных каких-то объединений. А с другой стороны, чем более подробные данные сохраняет информационная система, тем тяжелее ее синтегрировать с любой другой, поскольку каждая из них будет работать своим набором данных, своим набором полей, которые, казалось бы, описывают одно и то же. Это одна из больших сложностей, с одной стороны. С другой стороны, как я уже говорила, преимущество лабораторных информационных систем именно в том, что мы можем разработать свой уровень детализации, свой набор полей, который позволит нам наиболее эффективно решать наши задачи. И вот все это сейчас находится в стадии активной разработки. То есть мы на самом деле вырабатываем, и для этого нам очень нужна с помощью специалистов, с помощью гистологов, мы вырабатываем уровень детализации, который позволит выработать некоторый равновесный вариант, выработать некоторый уровень детализации, который позволит и нам выполнять свои функции, и при этом не помешает взаимоинтеграции информационных систем регионального, федерального уровня. И это очень важно. То есть если сейчас мы в любом случае столкнемся с разнородностью вот этих представлений о том, насколько подробно мы должны эти данные хранить и накапливать, то в любом случае все вот эти вот наработки, которые ведутся, может быть, отдельно в каждом модуле, о которых я говорила, рано или поздно должны помочь нам выработать некоторое информационное пространство, которое мы объединим, сопоставим из этих модулей, и в котором нам всем будет удобно работать. Я пока не мере надеяться на это. Да, вопросы. Ну это не вопрос, это больше комментарий насчет того, что можно ли выработать единую одну систему. Вот у меня коллеги ездили в Штаты, да, как бы там есть такая конференция по информационным технологиям. Так в Соединенных Штатах, которые на самом деле намного впереди нас с точки зрения, когда они раньше стартовали, раньше начали информатизировать, у них порядка 400 медицинских информационных систем на страну. И есть целые компании, которые занимаются только интеграцией этих систем. То есть они уже дошли даже до такого уровня, что как бы нет одной волшебной таблетки для информатизации. И интеграция, о которой говорила Екатерина, она действительно важный этап, потому что каждый движется со своей скоростью. Нельзя положиться на одного поставщика, одного подрядчика и надеяться, что он сделает все всем хорошо. Где-то он будет проседать. Именно поэтому и появляются отдельные специализированные системы. Спасибо. Да, пожалуйста. Екатерина Сергеевна, большое спасибо за доклад. Два вопроса в одном постараюсь. Первый вопрос. Вот в этом масштабном проекте с 2016 года по сегодняшний день сколько пришлось тратить ресурсов внутренних в лаборатории? То есть сколько человек участвовал в этом проекте? Сколько времени пришлось тратить на это? Потому что тем, кому это предстоит, очень важно представлять масштаб. И второй вопрос. Пришлось ли по ходу этого большого проекта кардинально менять какие-то процессы? Потому что вы упомянули, что производительность лаборатории была существенно увеличена. По-моему, прозвучало 11%. 20. 20. За счет чего в основном? Почему вы связываете это с внедрением ЛИС? То есть пришлось ли что-то менять на уровне процессов, на уровне людей, участков? И как это отразилось на эффективности? Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Пожалуй, что вторая часть больше относится к Ане Сергеевне, потому что она все-таки руководит лабораторией. С моей точки зрения, как человека далекого от гистологии, ну, уже не совсем далекого, хорошо. Каких-то критических, кардинальных изменений именно в работе лаборатории я не увидела. Может быть, я не права. Скорее, у нас действительно мы добились некоторого относительного порядка, добились чуть более эффективного взаимодействия между вот этими разными этапами нашего происхождения, потому что было место, единая информационная сеть, в которой можно, если какие-то вопросы возникали, если раньше там проходило какое-то время, прежде чем они могли быть решены, то тут уже была информационная система, в которую каждый мог посмотреть и так или иначе проследить историю возникновения ситуации и возможный способ ее решения. То есть мы просто минимизируя количество таких непонятных ситуаций, добились того, что лаборатория стала работать несколько слаженно, более слаженно. Но это еще не все. Мы все еще работаем. Мы над координацией работ в лаборатории, мы пока еще работаем. А что касается затрат, ну, во-первых, пришлось взять меня на работу. Шутки шутками. Ну, да, действительно нужен человек, который возьмет на себя роль некого посредника. То есть это действительно очень важная проблема – договориться между представителями IT, разработчиками, логистикой, и при этом разобраться в том, что делает лаборатория, как она это делает и для чего в итоге нам все это нужно. То есть координировать в том числе развитие информационных систем так, чтобы их интеграция помогала, а не мешала – это важно. Если говорить по трудозатратам, то это, во-первых, заняло огромное количество времени, и это в первую очередь потребовало времени от Анны Сергеевны и других специалистов лаборатории, которых я мучила вопросами, может быть, самыми идиотскими для них, и, соответственно, пыталась это все переварить, интерпретировать в какие-то логические информационные схемы, а дальше попытаться уже с представителями ЛИС и МИС эти схемы выработать решение их реализации, и что тоже их меняло. То есть вот в этом отношении. Спасибо. Ну, если честно, хочется одну ремарочку сказать, что иногда у нас были этапы, когда возникало ощущение, что не информационная система для нас, чтобы улучшить нашу работу и облегчить ее, а мы для того, чтобы работать вот в этой информационной системе, вне зависимости от того, насколько это сложно, тяжело, непонятно и неудобно. Но мы преодолевали это, потому что это неправильно, и действительно задача информационной системы облегчать нашу жизнь, а не осложнять ее. Что касается механизмов повышения производительности лаборатории, то информационная система, безусловно, дала нам, в первую очередь, аналитику, и аналитику по процессам, и элементы трекинга позволили действительно найти узкие горлышки. И то, о чем говорил профессор Хербс, действительно, логистика работы и обработки материала организована таким образом, что есть определенные места, где он копится, есть провал. И если мы работаем в рамках трудового законодательства, шестичасового рабочего дня, то очень тяжело это как-то разрешить. Поэтому мы, конечно, сосредоточились именно на этих временных отрезках, когда происходит вырезка, когда производится фиксация, загрузка материала, выгрузка. Так, чтобы это было удобно для того, чтобы максимально оптимально использовать рабочее время и врачебного, и среднего медицинского персонала. Еще были вопросы, там у нас есть в конце зала вопроса. У меня два вопроса. Первый вопрос ретроспективно, возвращаясь к вашему выбору. Мисс плюс лис. Для вот тех, кто только начинает, например, интегрировать, или только начинает создавать, как вы считаете, исходим из того, что не было никакой информационной базы? Вот у вас был аксесс, да? А у кого-то ее нет. Правильнее ли в этой ситуации разрабатывать модуль патанатомия, например, и внутри модуля делать патологическую анатомию, цитологию, ну то есть гистологические исследования, цитологические исследования, не будет ли это менее затратно? Ну вот из моего опыта мы как раз так делали, да? То есть в 2012 году мы создавали модуль, сидели год с программистами и делали полностью все, и автоматизировали направление. Мы там часть проблем, с которыми вы столкнулись, мы не сталкивались. Да, мы обошли их. Знаете, вот то, с чего я начала, да, с функциональных особенностей, да, каждой информационной системы. То есть если вы учреждение, которое только планирует завести себе лабораторную информационную систему и как-то ее интегрировать, вам в любом случае придется ее интегрировать с МИС. Если вы ее... Да, она часть МИС. А, ну в этом модуль был. В этом смысле, да. Но это то, с чего я начала, да. То есть с одной стороны функционал, вы должны проанализировать в первую очередь, какие функции вот эта вот информатизация должна выполнять для вас. То есть какие цели и задачи вашей лаборатории она должна решать. Если у вас получилось это сделать на базе вашей МИС, это прекрасно, это вам очень повезло, да, то есть если ваша МИС позволяет, то есть если она не перегружена, координация работы всего учреждения в целом позволяет вам выполнять ваши функции, вы действительно нашли оптимальное для вас решение, и это прекрасно. То есть формировать эту систему отдельно – это решение. То есть его надо принять. То есть либо вы это делаете, либо вы развиваете свою медицинскую информационную систему. Соответственно, если вы развиваете лабораторную информационную систему отдельно, вы должны ее либо учитывать необходимость интеграции, да, и, соответственно, это предусматривать, либо... Ну вот, как вы. То есть, а в чем вопрос? Если начинать с нуля, вот, то есть, ну, нужны ли эти проблемы с интеграцией? И вот эти сложности, о которых вы говорите, если можно, например, сразу заложить и многие вещи сделать внутри МИС? Можно я отвечу? Можно я отвечу на этот вопрос? Потому что это зависит от многих факторов. От функционала вашей медицинской информационной системы, ее возможности, возможности ее развития. Это раз, то есть это немаловажный вопрос. От степени коммуникации между вами и программистами и, безусловно, от того спектра и от той глубины задач, которые вы хотите перед лабораторной информационной системой поставить. То есть в нашей лабораторной информационной системе медицинская информационная система не могла решить те задачи, которые мы ставили. У нас просто вариантов не было. Там программистам не оставляли вариантов, они решали все то, что нужно. Это был первый вопрос. Спасибо. И второй вопрос. Вот когда мы работаем в ситуации МИС-ЛИС, если происходит обновление одной из программ, как вы добиваетесь отождествления данных? Например, изменились протоколы гистологического, прижизненного патологоантомического исследования. Вышел новый приказ, изменился протокол, и мы, соответственно, добавили поля. Отличаются ли, например, макеты бумажные у вас и в основной программе в МИС? И как вы добиваетесь, чтобы четко проследить любые изменения в ЛИС, чтобы они были тождественны в МИС, чтобы клиницист получал правильную с юридической информацию? С вашей точки зрения, если вы что-то меняете, вы меняете в целом, и вам не нужно об этом заботиться. А нам нужно следить в любом случае. То есть мы работаем в плотном контакте с разработчиками МИС, наш IT-отдел, он не разделяет две системы. То есть это некоторая информационная инфраструктура нашего института в целом. И, соответственно, в любое учреждение имеет IT-отдел, который ее курирует. То есть это все требует непрерывной поддержки, решения каких-то человеческих ситуаций и так далее. И, соответственно, если мы знаем, что нам необходимо что-то поменять, мы работаем в одной организации. У нас нет проблем договориться. Тем более, что большинство форм выгрузок, в принципе, это некоторые настраиваемые вещи. То есть это не такие моменты, которые требуют изменения логики систем. Это в автоматическом режиме происходит? Или кто-то должен про это помнить? Ну, как человек, который курирующий интеграцию, я об этом помню. И при необходимости я обращаюсь к своим коллегам. Все, я поняла. Спасибо. Еще были вопросы? Саватеев Александр, компания Вистер, разработчик МИСа, вот как раз для этой клиники. Ну, я могу сказать, что вот правильно был задан здесь вопрос. Возможно ли все в одном сделать, как говорится, в Хлаконе и МИС, и лаборатории? Я думаю, что это путь все-таки более, как говорится, никуда. Потому что каждый должен заниматься своим делом. Вот МИС разрабатывает МИС, а лабораторчики занимаются лабораторией. Если брать программиста и пытаться его заставить, чтобы он написал за лабораторию, лабораторную систему, он напишет. Но если он заболеет и куда-то уйдет, вы останетесь с кодом, которым надо будет другому программисту разбирать. И он скажет, давайте я перепишу. Этот путь может быть бесконечен. Потому что МИС – это тиражируемый продукт, и лабораторный продукт тоже тиражируемый. Каждый должен на своем рынке добиваться своего эффективности. А если мы будем подменять друг друга, мы просто эффективность свою потеряем, и каждый будет пытаться переписывать те вещи, которые уже ушли вперед у других. Ну, все, вот я сказал. Мнение IT-специалиста, подтверждающее, что функционал информационных систем может быть перегружен. Вот не могу не согласиться с коллегой. Как раз таки, поскольку мы интегрировались с ними. Все-таки каждый должен быть специалистом в своей области. Нельзя, ну, условно говоря, все яйца класть в одну корзину. Это мы еще сейчас говорим только о таких вот понятийных проблемах. А бывают еще проблемы стабильности работы. Когда обновляется медицинская система, если там все, то встает все учреждение на период обновления. Либо когда ломается сервер, сеть отваливается. Когда у вас все в одном месте, то вы, в принципе, все зависите от одной системы. Если же у вас все разделено, то, в принципе, лаборатория может автономно работать во время каких-то технических сбоев. Да, это своего рода дублицирование данных, которое своего рода резервная копия. И как раз таки та самая резервная копия, о которой говорили по снимкам, здесь же резервная копия по протоколам и всему остальному. Поэтому я вам могу честно сказать, иногда лучше разделять. Есть еще вопросы. Как тоже представитель племени разработчиков, должен прокомментировать, что это не только война, одна система МОНа и несколько интегрированных. Еще звучит вопрос о том, разрабатывать самим или заказывать на стороне. Так вот, я был в Министерстве здравоохранения пару раз и видел их принтеры. Они очень большие и мощные. Они печатают новые законы с очень высокой скоростью. И менять систему под новые законы нам будет приходиться все чаще и чаще. Я искренне опасаюсь, что своя инхаус-разработка захлебнется, не справится. Этот темп задается законодательно. Понимаете? И справиться с силами людей, которые работают, разрабатывают только одну систему, станет невозможным со временем. К сожалению, это снижает видовое разнообразие. Но, тем не менее, это так же, как и в морфологии. Специализация – это важно. И для программистов тоже. То есть это вы говорите о расширении функционала лаборатории, соответственно, развитии информационных систем под расширение этих систем. И мы рано или поздно разрастемся до того, что нам придется… Обсуждался типовой сценарий, что что-то меняется в одном месте и надо будет менять в другом. Этот сценарий будет сопровождать, он будет атаковать нас всех с вами постоянно, неизбежно. И проблема не в том, что эти системы интегрированы или не интегрированы, а проблема в том, что собственная разработка, скорее всего, перестанет справляться довольно быстро. Можно тоже немножко поступить? Еще вопрос. Да, я действительно тоже поддерживаю коллег, что разрабатывать внутри организации, сопровождать свой штат IT, сделать свою маленькую местную разработку – это, наверное, действительно нерационально. Я представляю компанию SPARM в Санкт-Петербург. Система наша называется QMS, может быть, многие знают. И я как раз выступаю в пользу защиты моносистем. В нашей комплексной системе есть и МИС, и ЛИС, ее тесная составляющая, патологоанатомическое отделение – тесная составляющая и многие большие количества модулей, которые есть. И штат программистов у нас, ну вообще сама организация, 30 лет на рынке, и больше 100 человек в штате. И, соответственно, у нас есть команда, которая ведет МИС и ЛИС. Но это единая база, это единый пациент, единый клинический диагноз. Все, соответственно, врачи в лаборатории, патологоанатом, может посмотреть то, что как раз показывали по ПАКСу заключения, там, операцию, снимки, операционные свои, все слайды. То есть это единственное комплексное решение. И, конечно, я понимаю, да, когда говорят про узкие какие-то решения свои, есть какие-то плюсы маленькие. Но нельзя так категорично говорить, что такого невозможно. Если та МИС не смогла объединить, конечно, как правильный вариант, да, ну что делать, искали какое-то частое решение. У нас очень много удачных больших внедрений в большие клиники. И единое решение – это действительно тоже очень важно. Решает многие вопросы с интеграциями, представляет большую информацию. И для науки вы видите не только свои клинические данные, но вы видите все медицинские заключения. И поэтому научные работы, которые ведутся в Первом медицинском университете, в офцерме МЧС России, в НИИ Алмазово, где у нас это все стоит, они, конечно, уже на порядок более информативные. Но это такая маленькая защита. Не, ну это вот то, с чего я начала, да. То есть разделение функций МИС-ЛИС – это выбор. И любой, как и любой выбор, как и любая информационная система, в первую очередь, оно должно быть обусловлено конкретными целями и задачами конкретного учреждения. То есть это, знаете, это из разряда глобализации или не глобализации. Это решение, которое для одного учреждения будет более эффективно одно, а для другого более эффективно другое. Есть еще вопросы? Ну, тогда я предлагаю все-таки завершить нашу сессию. Дискуссия была активная и бурная. Действительно, информатизация – это очень актуальный вопрос, который, в общем, коснется всех нас. Нам в этих условиях нужно существовать. И на сегодняшний день эти информационные IT-путы, которые нас скрутили и уже проникли в наши тела и иногда даже в наш мозг, судя по всему, это своего рода игла. То есть если это работает, это нам помогает. Но это как электричество. Если отключить электричество, у нас все встанет. Поэтому об этом тоже не надо забывать. У каждой системы, помимо преимуществ, есть их недостатки, есть проблемы, которые нужно решать. Но у нас у всех есть одна основная цель, к которой мы движемся – это повышение эффективности нашей работы и повышение ее качества. И это инструмент, который может нам помочь. Действительно, это выбор каждого, что для себя предпочесть. Спасибо. 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 Спасибо.